Фотографа и другого творческого человека легко вывести из себя. Вместо того, чтобы вскипать, запаситесь готовыми ответами на типичные вопросы. Ведь то, что нас часто бесит, на самом деле логичный вопрос клиента. А скоро будут фоточки? Бесит ведь, правда? Вы всю душу вложили в снимки, обрабатывали старательно, а не такие... А скоро будут фоточки? Если вы взялись за работу, то как обойтись без сроков? Обозначьте сразу время, в течение которого вы отдадите снимки клиенту. А если отдадите раньше, ну сделайте лишний раз приятно. Меня абсолютно не раздражает такой вопрос. А некоторые из клиентов настолько прикольно умеют клянчить фото, что хочется их обнять и скорее все отдать. И это все? Клиент ожидал увидеть больше снимков. Вероятно, вы сразу не обозначили то количество или диапазон снимков, которые клиент получит на руки. В отдельных случаях он увидел, что вы часто жали на кнопку, а итоговый выхлоп намного меньше. Вам нужно спокойно объяснить, что много нажатий на кнопку делается для получения хороших снимков в оговоренном количестве. А можно получить исходники? Часто под этим понимается получение всех снимков. Важно донести, что вам платят за качество, поэтому вы отдаёте только конечный продукт. Когда мы приходим в ресторан, то не просим принести очистки картошки, шкурку от свеклы и яичную скорлупу. Мы приходим за атмосферой, с сервисом и готовым блюдом, чтобы насладиться им как визуально, так и его вкусом. Так вот, фотография – виртуозно поданное блюдо, а не мясной заруб шеф-повара на кухне. В высоком ценовом диапазоне меньше задают вопросов, но хотят качество и сервиса. К сожалению, всё предусмотреть невозможно. А что ещё, по вашему мнению, бесит фотографа? И должен ли фотограф хотя бы раз побывать в шкуре клиента? Как вы думаете, важно понять, каково находиться с другой стороны? Пишите в комментариях. А с вами на связи был фотограф-дилетант Али Кос. Ставьте лайки и подписывайтесь на канал прямо сейчас. Это действительно важно. Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...